Столица региона тем временем погрузилась под воду, и это в марте. В непроходимые реки Наринмарские улицы превратила растаявший снег, который вовремя не вывезли наши коммунальные службы, и за это им отдельное спасибо. Хозяйственники снова не подготовились к резкому потеплению, ситуация в городе обостряется с каждым часом. На дорогах пробки, их провоцируют огромные лужи и рыхлый снег. На тротуарах нечто похожее. Многие жители Наринмару уже переобулись в резиновые сапоги. Повторюсь, и это в марте. Олег Танзейский об аномалии подробнее. Да, это март, да, это середина марта, и это снова происходит с Наринмаром. Он погружается в одну большую лужу, в улицу Выучейского. Снова ушла под воду, пешеходные переходы не видно. Машины еле как проезжают. Люди думают, где же пройти. Как перейти дорогу-то? Как? А почему не резинки на ногах? Ну, так поехала. Давайте мы поможем вам пройти, может быть? Пойду там дальше, обойду. Наринмар с каждым часом все больше похож на Венецию. В каналы превращаются целые улицы. Вот только горожане этому не рады, да и лодок не видать. Я уже с утра устала ходить по дорогам эти, если честно. Чтобы попасть на работу или просто в магазин, приходится форсировать водные преграды. Люди мокнут, машины глохнут. Теперь в городе с нетерпением и ужасом ждут похолодания. А пока... Вот это вот пешеходный переход. Сейчас будем штурмовать его. Надеюсь, не подскользнусь. Пойдем, пойдем, Рома. О боже, о боже, о боже. Слава богу, прошел. Ну вот оператор сейчас идет, тоже стремится до меня. Тоже прошел, слава богу. Вот такие вот пешеходные переходы у нас в Наринмаре. И это в марте месяце. Такой ранней весны не помнят уже давно. Вместо привычных 20 ниже нуля термометр показывает плюс 2. Из-за небывалого потепления снег начал таять с фантастической скоростью. И кажется, что даже четвероногие не понимают, в чем дело. Вчера был снег, уже сегодня весенний потоп. Не боишься лапы подмочить? Не боишься? Ну, наверное, боится больше микрофона, а не эту огромную лужу. Слушай, ну куда ты убегаешь? Ну вот не хочет проходить лужу, видимо, все-таки боится лапы подмочить. И хотя лапы теперь придется сушить, зато правила ПДД не нарушены. Так автомобилисты плавали по всему городу. А коммунальщики как сквозь землю провалились. Неремонтных бригад, непредупреждающих знаков, ничего. Впрочем, одну машину мы все же нашли. Вот только толку. Оказалось бы, вот она, помощь подоспела. Сейчас эту лужу ликвидируют, но коммунальщики сами застряли в этой гляше и не могут теперь проехать. А мы следим за этим. Несколько часов и машину освободили. Затем коммунальщики приступили к спасательной операции. Осушивали проезжую часть возле городской четвертой школы. А у вас вообще вот в планах еще сегодня где хотите откачать воду? Везде. Где лужи есть, да? Да. Ну сейчас пока не получается. Пока спасаем, просто есть. Но после их спецоперации ничего не изменилось. Лужи осталось, пешеходов, наводнения и здесь застало врасплох. Все-таки март на дворе, конечно, кто-то подготовился, но это, видимо, только школьники. С ранцем за спиной и в резиновых сапогах они штурмовали огромную лужу. Слушайте, ребята, ну вот такая огромная лужа, да, можно кораблики выпускать, поползать. Интересно вообще, увлекательно? Да. А если уберут, будете жалеть? Да. Будете жалеть, да? Плавать нельзя будет. Да. Таким летом поплавать. Нет, в ботинках не надо проходить. Вот смотри, что делают. В ботинках проходят. Не страшно тебе? Неа. Нормально? Да. Но для взрослых это ненормально. Горожане считают, что коммунальщики снова повторяют ошибки прошлых лет. То есть ничего не делают. И предлагают чиновникам хотя бы на неделю стать пешеходами. Надо просто сделать, вот кто ездит на машинах в администрации, надо сделать недельник, неделя, пешехода устроить. И чтобы они от дома до своей работы прошлись однажды пешком. Чтобы прочувствовали. Чтобы прочувствовали. Чтобы не было у них такое от порога до порога на машине. Просто можешь убирать помимо зимы, как-то убирать. Вот это же как будто считается пешеходный переход. Вот переулок-то пешеходный. И для ребят это больше никак не обойдешь. Именно здесь ходят. И не убираются. В любую погоду не убираются. Мне не пройти. Как я пройду здесь? Ну а куда еще проходить? Там больше негде проходить. Нет, я пройду. Но дело в том, что это же ребята ходят. Ноги сырые. Снова болеют. Недавно была вот эта вся эпидемия, гриппы. И опять будут кашлять. И опять будут на больничном родители. Чего резинки не надел? Не знаю, эти удобнее. Удобнее. Ноги сырые уже. Что касается резиновых сапог, то жители Наринмара их уже скупают. В больших количествах сразу по несколько пар. На запас. Резиновые сапоги снова в моде. На этом товаре предприниматели делают огромные деньги. Только за вчерашний день было продано несколько десятков пар резиновых сапогов. Но и они иногда не спасают, например, от брызг проезжающего, а точнее проплывающего автомобиля. Часто водители не задумываются о пешеходах и на луже начинают выжимать полный газ, словно показывают мощь своего автомобиля. Улица 60 лет СССР. На этой дороге вообще нет дренажных колодцев, поэтому лужа здесь в принципе это неудивительно. При этом коммунальщики не задумываются сделать их, например, летом, чтобы подготовиться к весне. И чтобы люди, наконец-таки, не страдали здесь, на этом участке. Наверное, дорогами все-таки надо заниматься, надо поднимать как-то. Вот это вот место, они же знают. Там колодец в Кармановке, он тут улица на Рыбников, там тоже так же. Там ведь не подъехать, кто живут, таскают воду. А здесь тоже, мне кажется, тем более тут как центральная улица, ее тоже, наверное, засыпать надо, поднимать. Потому что, не знаю, как еще. Теперь вся надежда на похолодание. Но и здесь наринмарцам придется нелегко. Если морозы все-таки ударят, город превратится в один большой каток. И это, как обычно бывает, для коммунальщиков тоже станет полной неожиданностью. Олег Танзейский, Роман Делимарский, Александр Дуркин, Игорь Ручев, телеканал Север.